Шаль спицами частичным вязанием. Продолжение мастер-класса. Я продолжаю вязать шаль частичным вязанием. У меня связано вот уже перо. Здесь верхняя часть. И вот здесь вот это перышко. Здесь край я выровняла. И сейчас буду выравнивать вот этот край. Здесь я снова не довязала 5 петель. Всего у меня не довязано 10 петель. И вот я постоянно с этой стороны не довязываю по 5 петель. И за счет чего потом будет по 10 петель буду закрывать. И за счет этого будет такой полукруглый край. Чтобы выровнять вот эту часть. К перышку продвинуться. Я буду вязать желтой пряжей. Такие секции со сдвигами. Буду вязать на 41 петлю. И вот когда двигается в эту сторону, к перу, буду прибавлять по 5 петель. То есть 41 плюс 5 петель. А в обратную по 41. То есть как я вязала начало пера точно так же. А вторую часть пера вязать не буду. Сейчас покажу все это подробнее. Здесь у меня не довязано 10 петель. И вот здесь в начале листа у меня должен стоять маркер. Я его ставила, когда начинала вязать лист. И сейчас я вот эти петли до маркера должна провязать. У меня их 46. Вяжу точно так же в начале ряда накид и лицевыми до маркера. Я довязала до маркера. У меня это 46 петель. Поворачиваю вязание. Снова накид на повороте. И сейчас я провяжу 41 петлю. Точно так же лицевыми. И когда я их провяжу, то я должна не довязать 5 петель. Я могу себя проконтролировать. Правильно я связала или нет. 41. И вот у меня 5 петель осталось. Снова поворачиваю вязание. И в сторону пера я вяжу снова 46 петель. То есть 41 плюс 5. Я думаю, здесь булавки не нужны. Светлое, темное. Просто понятно, что я должна вот как на горочку забираться в эту сторону. То есть сюда сдвигается на 5 петель. Чтобы выровнять перо. А когда я возвращаюсь, я не довязываю 5 петель. Хочу пояснить, сколько я буду вязать рядов вот этого выравнивания. У меня должно остаться вот с левого края, вот с этого, 29 петель. Я отсчитала это количество и поставила маркер. И сейчас буду вязать таким образом, прибавляя здесь по 5 петель, пока не дойду до маркера. Здесь у меня уже 15 петель недовязанных и буду вязать 46 петель. Я связала 46 петель. Как раз дошла до маркера, от которого начинался лист. Этот маркер уже можно убрать. И сейчас в обратную сторону я провяжу 41 петлю. Накид, чтобы не было дырочки на повороте. И 41 петлю. И так буду вязать в узкую сторону 41, в сторону перышка 46, пока не довяжу до этого маркера. В сторону узкого края я не довязываю по 5 петель. Поворачиваю вязание. И сейчас вяжу 46 петель. А можно не считать. Просто довязываю до поворота и вяжу еще 5 петель, потому что здесь я должна прибавить на 5 петель. Накид и лицевую провязываю вместе и считаю за одну петлю. Я довязала до маркера. Здесь у меня уже тоже был поворот. И сейчас я буду вязать два ряда до конца. Провяжу этот ряд до конца. поворачивать не буду. И в конце поверну и здесь не довяжу 5 петель. Вот. До этого поворота. И выполню такой ряд еще один раз. То есть здесь довяжу до конца, а здесь снова 5 петель не довяжу. И вернусь снова к этому краю. Раз. Раз. Маркер уберу. Он мне уже не нужен. Накид и следующую петлю вяжу вместе и вяжу до конца ряда. Довязываю ряд до конца кромочной и изнаночной. Поворачиваю вязание и вяжу ряд до первого накида не довяжу 5 петель. Так. Здесь я не довязываю 5 петель. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Поворачиваю вязание и этот ряд довяжу до конца. Довязываю этот ряд до конца. Кромочной и изнаночной. Так. Вот. Сейчас у меня здесь выровнено. и сейчас я буду выравнивать дальше. Вернее, расширять низ шали. Я буду вязать сначала 25 петель туда и обратно. Затем 20 и на 5 петель каждый раз меньше. Пока не свяжу 5 петель. Будем вывязывать такой треугольник. Вот. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. 21 22 23 24 25 поворачиваю вязание и вяжу 25 петель до конца ряда я довязала до конца 25 петель поворачиваю вязание и сейчас вижу 20 петель то есть я опять не довяжу 5 петель до предыдущего поворота 1 2 3 4 5 еще 4 петли 20 петель поворачиваю вязание и снова вяжу эти 25 20 петель 20 петель поворачиваю вязание и провяжу уже 15 петель не довяжу 5 петель снова и так 10 и 5 в итоге у меня получился вот такой уголок сначала не довязала 2 вернее связала 25 петель 20 15 10 и 5 сейчас я поворачиваю вязание и провяжу этот ряд до конца ряда полностью провяжу на все накиды со следующей лицевой вот буквально до последней петли я довязала этот ряд до конца и сейчас мне нужно закрыть 10 петель для формирования вот такого полукруглого края за счет того что каждый раз по 5 петель не довязываем вот видите сяну как бы на расширение идет и 10 закроем следующее перо будет продолжать отсюда то у нас так вот такой будет серковидное так закрываю можно крючком можно спицами просто буду провязывать по 2 петли вместе надеваю на спицу 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 и 10 и сейчас ряд довяжу до конца лицевую гладью и буду вязать до конца довязала ряд до конца поворачиваю вязание и сейчас мне нужно добавить 25 петель я буду добавлять также как набирала спицы петли на спицы между петлями подхватила рабочую нить вытянула и надеваю на иголку 1 2 3 и так 25 петель ну вот первое перо или первый фрагмент связан снова такой же длины и можно начинать вязать второе перо кстати цвет тоже интересно получился такой вот яркий солнечный сочетание обычно вязать обычно вяжут 20 перьев можно конечно и больше и меньше как вам понравится а сейчас можно продолжать вязать и начать вязать второе перо точно так же как первое желаю всем удачи спасибо за лайки и комментарии и и Продолжение следует...